Отходи, самолет заходит. А на видео здесь на безопасном расстоянии, все нормально контролируем. Все, принимайте. Самолет-амфибия набирает воду в море. Это фактически посадка. Затем взлет и заход на цель, почти как у штурмовика. На это уходило около 10 минут. В этот день пилоты сделали около 30 таких кругов со всеми положенными маневрами. Здесь же вертолет. Он сбрасывает меньше воды, но более точечно. На месте ситуацию контролируют пожарные. Как говорят в штабе, огонь загнали в угол. Сигнал на пульт дежурного поступил в субботу около часа дня. Из-за сильного ветра огонь по плавням распространялся очень быстро. Его останавливали более 90 пожарных, 26 единиц техники, а также два вертолета и самолет. Ситуацию переломили, когда площадь возгорания составила порядка полутора тысяч квадратных метров. К вечеру огонь локализовали и контролировали. Мы считаем это победой первого дня. И в течение всей ночи мы обеспечивали безопасность населения и защищали их имущество. И принимали меры неоднократно по тушению приближающейся очага за грани. С рассветом вновь начала работу авиация. Там, где горит огонь, техники не проехать. Тушение координировал штаб. Глава города-курорта Юрий Поляков обсуждает ход операции. Я хочу поблагодарить и службу МЧС по городу-курорту Анапа. Я хочу сказать МЧС и Краснодарского окрая, которые быстро, оперативно нам выделили авиационную технику. И мы хоть как-то локализовали уже вчера это все. По предварительным данным, пожар начался в районе улицы Набережной, в станице Анапской. Как сообщают местные жители, на плавне огонь перекинулся с горящего мусора. В муниципалитете намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти того, кто жег костер. Это же просто даже представить себе невозможно, какие бюджетные средства уходят на то, чтобы все это опотужить. И вчера вертолеты работали, и сегодня, и самолеты, это все. Но это словами не объяснить. Точные причины и ход событий выяснит следствие. Около 16 часов в воскресенье вертолет МЧС делает контрольный пролив и улетает. Пожарные остаются, чтобы осмотреть территорию на ночь. Здесь выставят пост. Только к каждому двору по пожарному не приставишь. В муниципалитете еще раз напоминают, разводить открытый огонь всегда опасно. А в жаркую и ветреную погоду делать это категорически запрещено. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион.